Думаю, нам нужно найти кого-то из местных, кто сможет нам помочь. Ребята, вы что тут делаете? Нас сюда привез медведь, чтобы вы помогли нам добраться до центра Арктики. Так, я, конечно, ничего не понял, но, видимо, вам нужна помощь. Я, кстати, Федор. Давайте сейчас дойдем до моего дома, вы мне все подробно расскажете. А дальше решим, что будем делать. Гости, вы откуда и куда путь держите? Ну, наверное, стоит рассказать подробнее. Через пять минут. Ну, вот так мы тут и оказались. Ой, я совсем забыла, я же приготовила рыбные оладьи. Сейчас принесу. Фу, рыба. У нас в Арктике большинство блюд готовятся из рыбы, потому что рыболовство – одно из самых основных промыслов. Но это далеко не единственное наше занятие. Большинство коренных народов Арктики живут оседло. Часть из них, подобно своим предкам, занимается скотоводством, посечно-огневым земледелием, охотой и морским зверобойным промыслом. Самый многочисленный народ Арктики – якуты. Их основное занятие – скотоводство. Людям приходилось жить небольшими группами далеко друг от друга, занимаясь охотой, рыбной ловлей и оленеводством. Они учились шить одежду из меха и кожи, которая выдерживала даже самые сильные морозы. Со временем жизнь северных народов оказалась настолько тесно связана с северными оленями, что стало невозможно без них. Они обеспечили человека буквально всем. Из их шкуры научились строить жилища, шить одежду и обувь, спальные мешки и одеяло. Рога оказались отличным материалом для изготовления различной утвари, а оленьи упряжки стали незаменимым средством передвижения по просторам Арктики. Ну, вот так мы и живем. Я вам там оленью упряжку подготовил. И вот, возьмите карту. По ней вы доберетесь до моего друга. У него есть телеграф, чтобы вы смогли сообщить своим родителям, что с вами все в порядке. Спасибо вам за помощь. Ну что, поехали? Едем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok